Здравствуйте, мы будем проходить сегодня игру The Batman Return of the Joker, в прямом эфире. Итак, начнем. Итак, первый уровень. Сейчас, в принципе, сложного нет. Оружие тут разное. Не собрал оружие. Синдром, синдром. Уже плохо играем. Так. Буква N почему-то выпадает, я не понимаю почему. Пишите в чат, я его читаю. Игра была создана компанией Samsoft в 1991 году. Да, что-то сказать, что про эту игру. Поверью, в эту игру я поиграл на SEGA. Да, есть SEGA версии еще. Ну, TENGY версия мне не так больше нравится. Хотя и SEGA версии я покупал SEGA. Сейчас я что-то плохо играю. Хотя, вроде бы, начало нормально играл. Ну, блин. Почему он прыгает? Да. Неожиданно для меня это. Это моя первая программа. Я тут еще, как бы сказать, не очень хорошо освоился. Но, в принципе, я всё понял. Не знаю, кто в это время меня смотрит, но всё равно, может быть, кто-то и есть. Огромное спасибо, хочу сказать ребятам из Dendy Forever, а также киноману за свои идеи. Как бы сказать, я, наверное, просто их рекламирую, но не знаю. На самом деле эти люди мне очень понравились, очень весёлые, очень ущительные, но я потерял жизнь. Да, в принципе, мне как-то без разницы, сколько я жизни потеряю, я уже знаю, что результат, что я плохо буду играть. Когда-как. Крою, соответственно, проходил не раз, но вот в прямом эфире её проходить, это уже сложно. Сразу скажу, от меня матов вы никаких не услышите. Для любителей матов я, так сказать, я не понравился любителям матов. В прямом эфире говорить тяжело в тёстом записи. Ну, в принципе, всё ещё не надо было. Чёртым пьём в телевизоре играть было очень жутко. Я потерял опять жизнь. Эх, плохо играй, плохо. Надо, буду стараться проходить внизу. Я больше отвлекаюсь. Я теперь понимаю, что люди в прямом эфире играют хуже, чем мне в прямом эфире. Потому что они отвлекаются. Сейчас мне всегда цель выпадает. Звук в игре, надеюсь, не громкий, я в бою. Игры. Я сам играю на пол. Т.П. Музыка мне очень-же нравится. Э, вспоминаю, эээ... Музыка мне очень получается. Эээ, вспоминаю, эээ, сразу вспоминаетсяADE 97-й год, чёрное названиеbing телевизора. Эээ, сидели у друга, как бы сказать, в комнате. Ну комната не звать, конечно, тяжело было, но всё равно это комната. Ну если он меня увидит, он может меня похвалит. Зато я вспомнил его нёбы. Первый босс. Я не знаю, как это такое, но это чуваки с автоматом, и он серьёзно, он очень опасен. Что сказать? Начало, в принципе, не надо. В принципе, он самый лёгкий босс в этой игре, но всё равно бывает на нём без опарывающих. В принципе, тактики у него никакой нет. Стреляй, стреляй, и всё. Кто быстрее кого. Кто будет топ-шим. Стараюсь, как так сказать, выражаться более... Более понятно, деликатно, без всякого пафоса. Извините, у меня тут кое-что торчало. Понятно. Так, вот теперь всё равно. Он не большой такой уйдет какой-то. Как сказать... Брошает такая... Помеха. Ну это уровень. Не такой лёгкий, но не свой. Главное брать С. А остальное оружие там, элит, как бы сказать... Это... Какое-то круговое оружие, а... Есть ещё самонаводящее оружие, а есть ещё... И... Как сказать... Такое разлетающее. Ну... Напоминает, конечно, оружие эскорт. Ну... Тоже на С. Оружия набрать не надо, у нас его полно. Вот у нас тут... Нам тут мешают всякие... Ой... Ну... Тут я сам ошибся. Тут уже... Не тороплюсь. Ох, кстати, никто в чат не пишет. Так бы ответил на какие-нибудь вопросы. Кому интересует. В принципе, я никому... Никому не говорил, что я буду проходить эту игру. Тому подобного. Я сделал как-нибудь... О, ещё вот... Забираешь энергию полностью. И у тебя, как сказать... Ты превращаешься в мега какого-то Бэтмена. И... У тебя... Как-нибудь исправим как сказать... А... Эм... Стоп. Как это... Заговорились. В общем, превращаешься в супер Бэтмена. И ты... Неуязвимый. И у тебя ещё оружие в том сторону. Это очень хорошо. Ну... Слово врага. Что-то... Что-то... Ну... Этот уровень, в принципе, несложно. Надо держаться в середине, чтобы не... Не попасться под ракетой. Рывень короткий. Потерять тут жизнь. Почти что-то невозможно. Здесь, кстати, нет босса. Так что уровень пройдет. Эм... Уровень 3.1. Зимний уровень. Сложноватый, скажу сразу. Могу потерять на нём жизнь. Так как эти вот люди с ураганами. Со смерчами. Меня могут... Легко поранить. Ооо... 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 Ещё и бомбы тут. Ох, кеды какие-то. Что это напоминает, я даже не могу себе представить, но... Многие могут быть и догадаются. Так, ну, что сказать. Мы потом телевизор продолжали. Ничего не понимали. Цветов, как бы сказать, не было. Что мы играем здесь? Так, мы потеряли первое продолжение. Ну, в принципе, сейчас идем дальше. Так, у меня играла гайд почему-то. В принципе... У меня поставили небольшое качество. И оно нормально идёт. Я проверял. Так что... Ракета, конечно, опасная. Ну, вот это вот ещё более опасная. Вот смерч попадает в тебя, и ты распрыгиваешь. Ну, как в Низигайде. Прямо вот... Такая вот ерунда есть. Уровень зимы напоминает чем-то контру ещё. Пятый уровень. Контры, конечно, я всем известна. Контры... Одна из моих любимых игр. Это тоже одна из моих любимых игр. У меня много любимых игр. На Денди, на Сеги, на Сони, Плейстейшн. В том числе... Как сказать, я ещё играл в онлайн игры. Но сейчас, как сказать, мне они уже... Не интересуют. Как сказать, благодаря... Ээээ... Ну... Людям, о которых я говорил. Которые делают обзоры на игры. Или просто рассказывают об играх. Или о старых временах. Я потерял смысл играть в приложение, вот они меня как-то вытащили из этого, да, я играл в приложение Безумие, я это сразу скажу, 15 месяцев, но потом приложение что-то стало просто-напросто никакое, увеличили там урон по боссам, увеличили у них здоровье, всё увеличили, и интересно стало играть. Эх, сложный уровень, сложный, я всегда на нём, запарываюсь, всегда. Никогда я его не проходил без жизни, у меня этот уровень нереально сложный, там ещё будут сложные уровни, но об этом потом. Вот как тут? Как тут вообще? Никак. Ураганы эти меня вообще раздражают, у меня две палочки осталось, я не знаю, что делать, вообще осторожно идут. Стараюсь с ней. Ну, видите как. Ракеты им добью. Эмм... Ладно, пробуем ещё раз. Не, ну я не собираюсь так сдаваться. Это глупо просто. Блин. Ну если кто-то... эээээ вовсе эффир у меня, кстати, будет в состоянии Почему так? потому что 0%. я считаю что проходить игру заново кому-то не интересно как наблюдать так что я могу просто оборваться игру и я думаю, что получится оборвать претitude Так что, придётся продолжать на следующий день, когда неизвестно. Ну, я обязательно соединю в одной программе это видео в две части, ну и назову так же, как вот сейчас названо на Твиче. Как он нужен на прямом эфире. Ох, конечно, в Тчат, в Тчате никого нет. Ну, видимо, ещё многие на работе, идут там на учёбе. Ну, я опять плохо играю, так что люди ничего не пропустят даже. Ну, если только у меня время не закончится. Моё личное время. Ээээ, играем мы уже 25 минут, как бы. Может, и ещё. Известно сколько играем. Включите в чат. Также не пропускайте турниры по низи гайдам. Эээ, которые... Эээ... Так же я буду выкладывать свои видео на YouTube-канал. Ээээ... Я скажу потом, как будет YouTube-канал называться, но, в принципе, я его под ником не шифровал. Эээ... Эээ... Да что это такое? Да не везет ничего, не везет. Ну что это такое, а? Два удара подряд наносим. Ракеты. Вот как тут? Да никак. Прыгаем, и все. Ир, и пораньше. Бывает так, отходишь, ну, убираешь его с поля, а потом отходишь, а он опять появляется. Ну что это такое? А-а-а-а. Хух. С горем пополам мы прошли этот уровень. Как сказать половину этого уровня. Ну теперь, сечёс уже. Эх. Всегда запарываюсь на этом месте. Забываюсь, только не падает. Попробую сосредоточиться. Ой. Сосредоточиться называется. А вот так не получится. Под катом его не убрать. Понятно. А вот теперь, неприятная часть этого уровня. Это шикует. Если тебя заденут они... Всё. Конец. И опять начинай всё заново. А мне бы этого не хотелось. Фух. Я прошёл. Теперь босс. Ооо. Это босс какой-то робот. Он летает ещё. Так. Босс, в принципе, несложный. Но... Его одолеть... Нужно просто вплотную держаться к нему. И стрелять. А там как повезёт. Если жизнь... Жизнь не убавится быстрее, чем у него, то ты победил. А если не убавится, то всё только нет. Как бы сказать, видите, у меня эта тактика сейчас не работает. Он меня отнимает очень много. Так что я проиграл. Ещё у меня и... Кредит. Ээээ... Конти... Продолжение. Потратилось. Так что придётся заново этот уровень похудить. Да, тут всё так плохо. Ну... Пять жизнь потерял. Эта игра не самая сложная. На Денге... Например, первый Бэтмен для меня сложнее. Но... Первый Бэтмен я не искую проходить. Эээ... Ну... Я думаю... Потому что я его не пройду. Потому что я его не пройду. Эээ... 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 рокая напекафель. К Tsch t boat Блин! Забыл! Камень... Lost £sight. Забыл. Ну дошел, наконец-то. Тут еще одно место мне неприятного. Как вам не повезло, а? Ай! Хорошо, что они тарантовые. Они не отнимают все с дороги. Тогда было бы еще сложно. Ну что ж, еще раз будем валить босса. Ах ты. Как сипоха-то, а? Так еще лучше. Лучше, чтобы он в сторону стрелял. А вот когда он в тебя будет стрелять, он отнимает... Пусти десять тысяч. Лучше на него напарываться. И стрелять сзади его. И стрелять сзади его. Все. Босс готов. Эта игра у меня сохранена. Есть у меня блоки этой игры, они не сохранены. Так что если... То я продолжим двигаться этому уровню. Не сомневаюсь. Блин, я не собрал. Ну как видите, я прохожу все честно. В пользу этого продолжения и тому подобное. Я не собираюсь просто проходить сохранение и пройти там часть какую-то уровню, а потом сохранить. Но я буду просто играть как оно было на консоли. Потому что я видел другие эфиры, и то же люди, когда у них какой-нибудь сбой в игре и тому подобное, они начинают использовать коды и прочую ерунду. Коды и сохранения, ну как-то я вполне без разницы. Одно и то впечатляю. Ой-ой-ой, чего я так плохо играю? Ну все, поезд пройден. Как быстро он пройден. Я даже не успел садиться. Вот это волосится, вот это внутри поезда. Хотя честно говоря, не похоже. Вот это с ножиком меня иногда поступит. Так, тут где-то солдаты будут. Они будут или внизу, ой, и справа, и слева. А, нет, тут будет... Пушка. Летающий вертолет какой-то. Ну и солдаты тоже. Ну, солдаты меня достают лично. Так вот легко уничтожить. Ха-ха-ха. Если у вас есть разлетающий. Так вот легко уничтожить. Ну, даже в угол загналось. В этой игре все и так сложно. В этот раз не получилось. Без потерь. У меня на самом деле не простая. Это вам не кот Феликс или там... Низя коты. Низя коты вообще и попростая. Я его просто с первого раза. Как сказать, с первого? С первого... Присесток. Сел за нее и прошел. Не отрываемся. А, у нас... У нас произошло какое-то переподключение. У меня какие-то проблемы с трансляцией. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, с интернетом. Интернет у меня, в принципе, сильный. Ну, вот вроде бы сейчас наладилось. Все, идем дальше. Извиняюсь за неповадки. Бывает. Ну, провайдер такой. Ну, это не впервые у меня. Так что... Может все быть. Так что вот, я скажу сразу, что... Я не буду выключать игру. В принципе, я тоже сейчас не проеду все равно. Так что мою сцену было прокачить. А, нет. Прошел. Я сам этого не ожидал. А сейчас... Босс. Как пройти этого после? Нужно не давать ему накопить энергию. Если он накопит энергию, он ударит вас сверх лучом и бутцером. Вот как сейчас-то было. Здесь тактика от стены... Бить... Стрелять, чтобы отскакивать от стены рикошетом. А, не получится просто. Вот, в принципе, не сложно. Просто надо не давать ему энергию, подставлять. Но тут еще есть штуки, которые тебе не дают стрелять. Босс. Сейчас оно все как-то точится и стреляет. Ну вот. Босс никакой силы. Конечно, сложнее, чем предыдущий босс. Тут уже нужно быстрее. Тут уже твоя скорость. Не важно. А не твою, твою удобство и тому подобное. Все. Босс готов. В принципе, я лучше играю, чем первый раз играл. Недавно на консоли. Трансляция, вроде, пока идет. Вот этот уровень я очень не любил. Еще в черный бен с ветерами не играл. Ого. Вот я помню это. Не успел ты прыгнуть и тебя уже сострелит. О, блин. Ну, по-другому. Тут надо подробно. Тут надо подробно. Я беру С. С. Самое эффективное и самое мощное. Если у вас не С, а какая-нибудь другая, то с боссами вам вообще не справиться просто-напросто. Ну, можно справиться, но очень долго. Хотя с разлетающими, ну, дойти до босса с разлетающими это очень сложно. Ну, кто это такое? Ммм, это турик, конечно, интересный. Красиво сделан. Ну, так-то короткий. Все уровни такие длинные. Все, прошел. Теперь пятая, вторая. Ну, это тоже уровень, не такой сложный. Ну, здесь я могу, конечно, и потерять жизнь, потому что бывает. Все бывает. Если не сглуплю тут. Ну, вот тут солдаты, по-моему, они последние. Ну, это самый простой уровень, а все это, вот это летание. Это скромер. Павел, звук игры немного. Павел, звук игры немного. Посмотрим. Так, который... Ну, такой, простой, но и не сложный. Пройти можно. Главное, не напарываться. Ну, никто не задает вопросов, значит, я скажу, что я смотрю все фильмы. Это что такое? Это я не понял. Что это было? Я такого не помню, чтобы вот так вот, не переставая Эти лучи выходить. Не переставая. Тут, в принципе, есть начинка там. Хм, помучиться есть. Где? Так, тут надо стараться не взорваться. Ну, блядь. Вряд ли не получится. И опять этот уровень буду проходить с простым оружием. Да, это будет очень сложно. С простым оружием придется проходить этого, этого босса. А просто это сам джокер. Да, это плохо будет. В этом уровне вот этого человека на танке, который едет, лучше не убирать поле. Так как они будут появляться до бесконечности, вы только будете отвлекаться на них. Эх, эти шипастые шары. Как же я их не люблю. Главное, перепрыгивать их в облине. И не напороться вон на те еще. Пиво или что там? Mortal Kombat именно, как ультиматум. Когда поле Фулкана, там тоже пиво какие-то были. Танк очень интересный. Танк, кстати, напоминает игру молодого Диана Джонса. Там тоже танк был. Я, кстати, в прохождении молодого Диана Джонса на Диане Диана Джонса на Диане Диане Диана Джонса говорил, что я приступил этот танк, напоминает вывод. Ну, что тот танк, то этот танк. Ну, как говорится. А вот Джокер. Чтобы его пройти, тут я не знаю, как его пройти. У меня он ужасно. Здесь придется прибегнуть к хитрости. Зажать турбокнопку. Конечно, я не знаю, как бы я на оригинальном Нессе проходил бы, но придется зажать турбокнопку. Босс очень сложный. Почти его заводил. У меня завалит все. Ах ты! Есть! С тремя тысячами! Вот так вот, а без турбокнопки как? Тут все кое-как получается. Ну и последний уровень этой игры. Теперь нужно дойти до Джокера второй раз. Джокер от нас, кстати, улетел. Нехороший такой человек. Теперь надо взрывные упирать. Этот уровень я очень долго мучился. Очень. Я и сейчас его мучаюсь. Ну, как сказать, мучаюсь, просто не хватает терпения мне пройти. И уровень слоза на самом деле. Может, последний. Что-то понимаете, что такое последний уровень. меня может быть плохо слышно в некоторых случаях. Я микрофон, как бы сказать, не в наушниках держу. Напоролся так глупо. Опять глупо напоролся. Я стараюсь без турбо-кнопки играть, но бывает, приходится. Заставляют. Заставляют разработчики игры. Заодно джут. Девая встреча. Еще будет вторая встреча с Джокером. Надеюсь, я до них дойду. Все. Вот это нам и надо. Как раз к стати. Это бессмертие. И стреляют во все стороны. Прошли сразу этот путь. Вот если эта штука есть, то вообще без проблем нужно пройти всю игру в такой штуке. Но! У нас оружие так. Которое было, такое и осталось. Оружие на медали. И мы запоролись. Точнее, я запоролся. Как же я не люблю этого прыгучего. Солдаты. Кстати, эти солдаты. Они напоминают Капитан Америка из Авенджерс. и еще напоминают ээээ. 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 Шут.. Игру синопий. Ээээ. Это вообще не главный, Marine... И они напоминают всех... Вся одних и тех же солдат. Ничего нового в солдатах придумать не могут, но только вот на компе игрушки, которые выходят, всякие разные ультра-современные солдаты, которые не вызывают никакого интереса. Игрушки на PS4 и тому подобных игроконсолях более современных. Вот сложное место. Напоролся и все, и конец. Ну все, мы дошли до Джокера, ура! Сейчас мы его завалим. Сначала нужно стрелять вот в эти вот кругляшки, здесь, как бы сказать, у него огни какие-то выходят. Нужно быстрее какие-то. Сначала багмистры. Потом уже стрелять в его кабину. Чтобы стрелять в его кабину, нужно вот так делать. Рикошеты. Сделаю турбокнопку стоп быстрее. Как видите, как пулемет. Все. Джокер повержен. Игра пройдена. Когда я недавно играл на эмуляторе, я потерял 54 жизни. Сейчас я потерял намного меньше, я так думаю. Ну, как бы сказать, я там играл, ничего не помню. А сейчас я помню почти что-то. Вот и пошли финальные титры. Программ СКХАК ФУДЖУИ. Дизайн ЮШИГЕ ИВАТА. Или АИВАТА. Дизайн АМЭ какой-то. ВАДНЫ ГУДНЯ АМИНО. АСПЫТАКА. АМИНО это... Кто знает группу ЕРА, наверное, понял. И так, мое первое прохождение закончено. Эфир, конечно, срывался, но я думаю... Я думаю, все видят, как игра идёт. Я, к сожалению, гаджет не убрал. Теперь буду знать, музыка пропала, извиняюсь. Специальное спасибо Мина какому-то. Огромное спасибо, ну... Кана Мори какой-то там. В общем, играют с одни японцами. Фильмы про Бэтмена я очень люблю. И старые, и новые. Четыре части было. Бэтмен, Бэтмен. Второй там про Пингвина было. Бэтмен третий про Человека-Загадку. Бэтмен четвёртый про Айсмена, ну или как он там... Лединой Человек. Потом пошли Бэтмен-Начало. Ну, Бэтмен-Начало, или как бы... Не очень мне понравился сначала, но потом я всё-таки посмотрел его ещё раз и проникся этим фильмом. Потом был Бэтмен-Тюбер-Рюцель, но там вообще отлично сыграл Хитлэдж. Царство ему небесное. Хороший был актёр. Один из любимых, кстати. Очень нравились фильмы История рыцаря. Им нравились... В общем, фильм 4 пера. Воображарил... Парнаса, или как он называется, я забыл. Ну, точно не помню. Ну, я его не смотрел, но, наверное, и посмотрю когда-нибудь. Какие-то там снимается и Джонни Депп. Джонни Депп... в городе. В общем, вот всё. Игра была создана Sunsoft. Ну, наверное, я... прерываю эту трансляцию. Увидимся в следующий раз. Мы успели... Мы успели, как нам надо. Всё прошло отлично. Ну, не считая того, что наш эфир срывался. Ну, и что поделаешь. Это не мои проблемы. Это проблемы с провайдером. Ээээ... Так что... Всем... Удачи. Всего хорошего. Что ещё могу сказать? Увидимся в следующий раз. И я буду ещё проходить какие-нибудь игры. Пока. До скорого, в общем.